дима что забито расскажи это мы будем сейчас арки раскатывать но от резина не совсем влазит в арке мы может быть потом расширение закажем феллоне пока на настройку колеса об арке цепляют что будем делать один за руль я сюда и будем ездить туда-сюда арку это выкатаем немножко чтобы смогли настроиться иначе как машина начинает гоняться жопа проседает воняет резины мы же потом исправим что она делала на нато все равно нужно будет обрезать их переваривать вас на все здесь мы раскатали это у нас лишнее но тарка видите и принципе жопа тут нечего ее жалеть нам для настройки хотя бы поездить я думаю будет отличный мусор с собой заберем потом выбросим бобр курово чем у нас была проблема при предыдущей настройки это в том что мы не смогли словить нормальный стабильный наддув и причина этому как оказалось скорее всего был соленоид мы думаем это это последнее что здесь нужно поменять гейт мы сняли запрофилактировали и вот на этом участке дороги я не понимаю постоянно стоят бмв с открытым капотом поломаны и не знаю что они постоянно с открытыми капотами стоят бмв и не понимаю что здесь происходит шаг мы подключили соленоид наш план остается неизменным мы видим цель не видим препятствий днем к ней до 1 и 6 бар нам нужно сейчас стабильно надуть и снять оттуда замеры посмотреть что будет пол 145 так дунули мы 145 сейчас еще при закроем чуть соленоид дадуем до 16 ну прям явно лучше едет хоть нас и трое в салоне когда бар был мы такие ждали ждали пока она начинает там куда-то гнусал 200 подбираться на 14 это совсем по-другому ощущается я бы сказал даже с большим на дом ездить безопаснее потому что вы на высокой скорости находитесь меньше по времени кстати по моему не чиркала и не чиркала да короче кастомизация помогла но вы так не делаете здесь арок нету их не жалко так вроде все держала но по ощущениям она едет вообще куча что б***ь интересно да о 1.6 было о мы отрегулировали надув смотри 1.6 ровненько почти у нас ровная полка прекрасно все на 1.6 мы остановимся загрузка форсонов у нас было восемьдесят девять процентов это то что нам нужно так но мы в принципе сделали все что хотели надули 1.6 бар ровной полкой получается 4200 у нас уже 1.6 бар до отсечки поднарядили углов безопасника под 98 бензин и сейчас будем мерить замер на драги а промежуточные итоги первый замер мы проехали получила 7 и 4 2 замер 7 74 но знаешь типа технологии развиваются когда тебя во всяких соревнованиях там в гонках ограничивают регламентом ты начинаешь уже что-то изобретать развиваешься и все дела нас ограничивает бюджет и поэтому мы развиваемся а про все тонкости настройки этого двигателя записал отдельное видео которое доступно по подписке на пусть и ссылка на него в описании также вы получите доступ ко всем обучающим видео по настройке блока управления январь 5 1 на мутили короче движ много всяких интересных машин и самое печальное самое печальное что у нас нет мощности цилиндр сцепления у нас поломался но я думаю я смогу при дима только заехал на парковку и нам замена на дачу отвечаем я цилиндр нажимаю педаль провалилась но я думаю сейчас прокачать я думаю проехать на смотно на одно переключение тебе хватит какого ты выбираешь соперника поедем с компактом и вот наш соперник доливает масло смотрите какая красота какая красота под капотом у него здесь образовалась что изменилось прошлой конфигурации добавил красивый турбина больше побольше конечно но третью держался четвертый он хорошо уезжал дима мотор работает это хорошо не работает у нас сцепление его хватило ровно на один заезд м50 не ломается передачи пайп слетит начинает не ты хорошо отъехал ну быстрее что ли ни херя не едешь мы тебя обманывали ну наверно до корпуса 4 наверное да много на третьей передаче он держался а четвертая улетела на третьей передаче хорошо уехали да четвертая он уезжал 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 корпуса 4 5 наверно то самое кастомное диме на сцепление ладно это был цилиндр и цилиндр и буш но мы еще не знаем это цилиндрик на коробке или ты линдик на педали представь коробка 83 года цилиндрик скорее всего тоже 83 года какие выводы нам нужно объехать компакт через месяца полтора в принципе я считаю заезд неплохой 3 вообще хорошо ехали у него мощности гораздо больше я думаю что подписчики верят в тебя еще больше даже чем ты сам проедем точно так как он у нас будет точно так будет да все отлично запомнили этот момент возьмемся наблюдать короче наш вечер закончен тем что приехали сотрудники госавтоинспекции и разгоняют весь наш лишь париж нормально да он уже был вопросов нет только хочет купить наш автомобиль у ребенка взял тетрадку оторвал заднюю часть и на либо это сам ребенок писал потому что он следит за тобой и знает что здесь за мотор стоит поэтому по почерку писал ребенок да скорее всего 3 класс шел думать отец дал 200 рублей итак это уже третье более взрослая генерация нашей бмв вы теперь уже четкий пацан который о турбо строение знает не понаслышке вы надули в машину полтора бара 35 китайским гарротом по конфигурации нас ничего не поменялось просто увеличился надув резина все та же так как вы уже в автоспорте не дилетант вы знаете чтобы замерить хорошее время 0100 вам нужно сдуть заднюю резину чем мы сейчас и займемся но когда она уже такой батончиком станет тогда вы что 200 не проедет значит надуем на заправке он соседний наличие манометра вам не обязательно достаточно всего лишь иметь какой-нибудь острый предмет и и умение считать сша по-моему с нее уже нитки резать дима как это было так да как там этот фильм называется где дед на мотоцикле рекорд скорости устанавливал быстрый индиан быстрый индиан это знаешь а где ваш протектор я его срезал ножом а зачем потому что он создает излишнее сопротивление 30 при нагреве резины получается создается избыточное давление и это давление выводится через вот это вот отверстие огонь и так как мы уже опытные гонщики мы знаем что перед замером 0100 нужно прогреть резину так у нас пока ничего не получилось мы упираемся в отечку и наша отечка от 98 километров в час сейчас нужно будет чуть-чуть поднять и у нас нет особо зацепа да дима на лысне где уже торчат нитки о кипит вода тут кипит туда завоздушивается но поэтому нужно антифриз на использоваться 5 и 5 она едет по моему на баре это лучше ехали да дима у нас на баре было меньше мощности меньше мощности мощности меньше буксует быстрее разгоняется сейчас машина буксует загашники лежит хорошая резина но сейчас мы оставить не будем мы ее поставим когда соберем новый мотор и там же поедем на все бабки в принципе 5 5 секунд это не результат она должна ехать типа низкие 4 2 интересный момент мы сейчас ехали знаете вот эти вот видосики с тиктока типа газа не сильнее газа не вот они нам кричали мы короче газанули и решили вернуться чтобы их прокатить поедем в кп поедешь впервые здорово поедешь поедешь и а а а а и то и и и и и наш разгон 100 200 должен быть около высокий 7 секунд это типа 7 6 7 8 в этом диапазоне я просто информацию взял за интернета какие машины у нас едут такое время смотрите 7 и 2 едет porsche 911 turbo s lamborghini murcielago mercedes slr audi r8 v10 ferrari 458 spider бмв м6 это уже 7 и 4 они едут nissan gtr 2012 года выпуска едет 7 8 секунд бмв м5 2012 года и так понимает f10 тоже едет 7 и 8 ferrari f50 едет 8 секунд вайпер srt 10 едет тоже 8 секунд ferrari f430 едет 8 и 4 так что дима едет наравне с суперкарами именитыми мы в теории типа едем вот м5 сток чуть быстрее gtr стокер 35 который такой да но тебе сейчас на суют помидоров скажи что с места ты просто возьмешь за щеку этих машин получается так то на же монопривод задний хорошую резину чтобы поехать в м5 тоже задний привод это их 90 не только f10 7 и 8 но м5 я попробую проект на ней она очень редко именно f10 заднеприводная на ней проехать еще очень тяжело на 100 конечно она буксует все передачи ставим ставка может на одном баре у нас будет четыреста десять на полтора четыреста семьдесят четыреста восемьдесят моя ставка один бар триста восемьдесят сил полтора бара 440 сейчас накрутишь там добу даже меньше я даже не буду подходить ты за компом будешь сидеть так мы заехали в метку дизелестроения в дт гараж у нас здесь есть две задачи первое это замерить вес компакта на двигателе m50 turbo многие из вас писали вам это интересно нам это также интересно какой вес получился и второе замерить знать на стенде сколько у нас получилось лошадиных сил сделаем этот замер на одном паре и второй замер на полутора парах посмотрим что из этого выйдет сейчас я у пульта буду настраивать буст я раньше с кириллом взаимодействовал понял что ничего не получается это красивая белая стена в которую еще ни разу не заезжал задний привод все машины мерили вперед мы максимально заставили всякими тут деревяхами картонками сделали такую копот на трубу чтобы не дай бог нам не пришлось дима и потом перекрашивать что у нас получилось триста пятьдесят хп на четыреста семьдесят семь и девять мм 09 барон дороги у нас дуло на пар но также здесь она 085 0909 085 085 089 короче сейчас мы даже собора 08 09 баров а я с тебе говорю а на баре было бы триста восемьдесят а сейчас мы закроем соленоид и посмотрим что он 60 процентов вам 5 800 до 55 процентов но должно быть поиска я посчитаю смысл а 65 процентов загрузка на 0 8 бар сколько у нас покажут наши графики 604 процента 0 9 2 получается наши форсунки это 530 умножить 0 7 5 8 умножить на 60 разделить на 1000 умножить на 11 и 8 умножить на 6 умножить на 0 65 369 сил теперь мои расчеты 369 а по факту 351 но но я вам говорил я вам говорил что у нас не дает что-то нарядить угол зажигания нормально нормально и можем списать на вот эту погрешность 10-15 сил это то что мы не можем больше угол зажигать расчет расскажи про свой подсчет у нас как получается у нас шесть цилиндров шестисотой форсунки например так если они загружены на сто процентов это шестьсот сил смотри у нас дима ну ты смесь не учитываешь у кого точнее получилось у тебя мы считаем как вот пятьсот тридцать сил да хорошо сумки делим на сто пять и три и умножаем на 65 процентов 344 силы хорошо на полтора у нас должно быть все мире так как у нас стенд ненагружной инерционный это то что нам нужно ну потому что на нагружном у нас постоянно какие-то были траблы с плаванием наддува здесь машина быстро прогоняет замер все четко но единственный минус этого то что нам нужно играться с соленоидом если на стандартных машинах фактическое давление надува следует за желаемым оно подгоняется автоматом то у нас январе на этой версии прошивки пока что такого нету там все просто статично выставлено это уже в другой версии которым будем использовать на следующем моторе уже есть подгонка по обусту поэтому нам сейчас нужно выставить чтобы она начинала чуть дуться раньше и чуть больше перезакрыть соленоид надува везде чтобы меньше стравливал газа чтоб машина надула большее давление нам сейчас нужно делать полтора бара и посмотреть сколько на этом давлении получится дима так сосредоточен как будто lamborghini какой-то настраиваешь aventador для московской мере итак это замер номер два полтора бара примерно то что он где-то сейчас выгоняется сколько не едет судя по твоему лицу 390 а тема 464 на 547 момент вот это уже похоже на правду вот смотри и на 2 у нас да 4 800 бар ну 1.6 1.6 да и загрузка форсунок 86 ну считай по-своему игра то что ты проехал 7 секунд это было где-то полтора 1.6 но это был 450 сил 450 сил машина на 450 сил компакт едет 7 секунд 100 200 ну опять же у нас редуктор не выехали и давай так посчитаем конкулятор на почти я насчитал 487 а димина формула показала 466 так ставка номер два дима вес так компакт по заводу тонна 150 тонна 250 тонна 200 тонна 180 180 я горю ту на 270 и вот наши профессиональные весы индивидуальные под каждое колесо варились то беспроводные вадик вообще беспроводные вай-фай bluetooth и к порт все дела 1 2 3 тонна 270 я говорил 3 килограмма 33 литра заправить и вот она будет тяжелая дима нужно облегчаться тут вадике шаре до 2 килограмма всего лишь промахнулся ну согласен ладно но по стендам лучше разбираются хорошо она перед равномерно зад кстати тоже равномерно получается не такой уж компакт и легкий да ну с учетом что купе по заводу тонна 350 плюс наши доработки знаешь купе весит тонна 400 как минимум на 450 купе у нас весит тонна 350 кулёк турбина какая-то фигня и получится килограмм там 40 еще накидывается до 400 плюс завод 1250 компакт на моторе м52 b25 тонна 250 все равно весит смотри на 150 килограмм больше всего лишь но это же да и смотри в любом случае у нас купе она будет килограмм на 150 на 100 ну 100 точно хорошо так может есть какая-то мысль что вот можно просто достать и посмотреть на сколько она станет легче ничего не достанешь можете лонжероны переваренные швеллером 4 миллиметровом короче вопрос закрыт машина комплектная полностью то есть салон задние сидухи передние сидухи с регулировками со всеми делами кондиционера здесь нет под тропедой есть вся приблуда люка нет чугунные 50 мотор кулер большой турбина большая все как бы больше ничего нету диски тормоза маленькие кстати 286 не вентилируемые сзади барабан вот наш наша масса а в баке сколько топлив вернемся к выводам эта конфигурация мотора уже полностью закончена мотор продан продан еще полтора месяца назад человек хотел его прям забрать мы его еще даже до конца не донастроили он уже нам закинул предоплату короче делаем выводы изначально что мы хотели в гараже была куча запчастей которые лежали мертвым грузом решили собрать их в кучу посмотреть что из этого получится и впоследствии все это продать что мы имеем хорошая все отлично но она себестоимость маленькая просто лежат гбц отдельно блок отдельно поршни шатуны стоит это мало денег что мы сделали мы это все собрали в кучу у нас получился мотор ну кстати как выяснилось довольно неплохой мотор к этому чуть больше вернёмся цена вложений у нас запчастей это две тысячи на запчасти все ушло с коробкой с цеплением pipe и кульки blow off и гейты все мозг все это 2000 долларов мы потратить свою работа свою мы не можем из-за это бесценно просто труд который мы сюда вложили долго мы занимались да и в итоге за сколько продали этот мотор продали мы за четыре с половиной плюс у нас две с половиной всего мы имеем бюджет четыре с половиной за которые мы построим да этот бюджет четыре с половиной мы теперь можем построить мотор более сильные хочется 800 но я думаю 700 будет точно постараемся 800 получить там вопрос турбина у нас есть еще так следующий вопрос который мы здесь решили поставили самые непопулярные использовали самые непопулярные решения для этого мотора это двухлитровые гбц и это паранитовая прокладка на стандартных 10 миллиметровых болтах от 50 мотора сам дима раньше разгонял эту тему и много кто в интернете что после 1 и 2 бара там поднимает голову продавают прокладку но как выяснилось при грамотной настройки в частности это detect детонации грамотный мотор живет на 16 бар мы достаточно много на нем проехали понажимали газ не все окей вообще никаких вопросов не дует патрубки ничего все четко и двухлитровые гбц принципе 400 сил с нее можно снимать дальше уже тяжело дальше уже чувствуется что как будто бы чего-то там есть сверху не хватает машину же не так едет как ехала предыдущая конфигурация на двух с половиной литровой голове поэтому двухлитровая голова 400 сил варит отлично паранитовая прокладка все так же 400 сил будет переваривать отлично то есть мы получается разрушили какой-то миф который раньше и сами в принципе создали стройки у нас это полтора бара 16 при настройке на залетала и 717 было 175 даже и при настройке маленькие детонации это проскакивали ну вроде бы все хорошо да что мы значит выяснили полтора бара паранитовая прокладка хорошая настройка без детонации держит это все без проблем абсолютно двухлитровая голова 450 лошадиных сил со стенда и 100 200 она едет 7 и 0 секунды довольным результатом мы когда начали строить думали что там будет побольше у нас цифр но 500 тебя мы зели 500 500 мелочи в итоге мы пришли на стенде 465 но опять же погрешности очень настроенный безопасно можно было добавить два угла немножко буста один раз бахнуть показать 490 390 может 501 но лучше 465 но надежные без детонации на девяносто восьмом бензине у нас даже не сотый бензин хотели выше часть пониже получилось но в целом мотор получился хорошая он и дуется рано едет хорошо все супер я считаю план мы выполнили теперь снимаем его сколько времени на это понадобится но я думаю с запасом но нас два часа нас по 1332 уж нему я думаю зачем давай а а да это маслом и сливать мы его выбрасывать не будем она у нас пойдет следующий мотору на обкат на часах 15.09 полтора часа норм почти 2 до мотор на земле через пару дней его заберет нового владелец как видите мы добились почти того результата который мы стремились собрали из всех слабых запчастей это двухметровая голова и паранитовая прокладка поэтому не бойтесь экспериментируйте нас ничего не выдало мотор поддержал большие нагрузки в сравнении с тем какие здесь запчасти засыпано спасибо что следили за этим проектом это сильно мотивирует нас делать что то дальше ваши лайки просмотры комментарии следующей серии мы будем собирать мотор который уже будет приближен к 800 лошадиным силам а если все пойдет то будем стремиться еще дальше поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки и не забывайте что у нас есть курс где мы с димой рассказали как собрать m50 turbo во всех подробностях ссылка на него закрепленном комментарии если хотите чтоб ваш мотор также долго жил подписывайтесь смотрите также есть еще серия по настройке блока управления в совокупности вам это поможет ехать так же быстро как и мы с минимальным вложением бюджета у нас много последователей которые собирают примерно все то же самое и едут уже быстро это классно когда своей небольшой стране люди приходят к тому что собирать быстрые машины понимают что это уже не так сложно а как это было например на 5-10 лет назад и это также мотивирует и заставляет делать что-то дальше и больше я просто собрал это по сути вот доказательства того что можно собрать из подручных средств бюджетно какой-то действительно крепкий мотор который едет но всем секунд это быстро самом деле так что не боимся то чем режем и варим клепаем ставим и гасим увидимся в следующей серии м м м м м м Субтитры сделал DimaTorzok